Бабушка идет через дорогу за холодильником. Да, бабушка? Мы с бабушкой идем в магазин домовой за холодильником. Бабушка хочет холодильник, но выписывается. Да, бабушка? Мечтала. Тебе написали, подписчики, прелесть, а ты не хочешь сниматься. Тебе написали прелесть. Написали прелесть по холодильнику. Бабушка выбирает, ну-ка. Только не в Саратове, брат, мужик, поделись. Вон там дядь какой. Ты же показала. Ну-ка, бабушка, выбирай холодильник. Какие цены? 19, 26, 27 почти. Ну, хочешь, отбери. Мне-то все равно. Два года гарантии. Ну-ка, бабушка, на фоне цветов, знаешь, как хорошо. Дядь, я перестану. Мама, я уже в жука на... Вот, дорогие подписчики, бабушки, хорошо на фоне цветов? Мам, мам, пойдем, да уже в жука. Ой, какой ветер. Там бабушка. Там бабушка. Давайте, убирайте свои ветки. Убирайте ветки. Убирайте, а мы с ними не пойдем. Так, бабушка. Левка, он настоящий. Он настоящий. Куда нам надо? Бабушка с газет. А вы не помните, что вы тут были? Не помните? Год назад-то были тут, по-моему. Год назад были. Саш, ты не помнишь, что тут была? Да ты что? Тут жила ваша прабабушка. Прабабушка Лид тут жила. Саш, ты не помнишь прабабушку Лиду? Помнишь? Саш, ты ее видел, а Андрюшек не видел. Саша видел. Саша. Саша. Не балуй. Телефон отключен. Он не работает. Телефон отключен, Саша. Там темношко. Что там? Там одежды. Где? Это мама в первом классе. Это я. Это я, когда в первый класс пошла. Вот меня сфотографировали. Ну, не надо в шкаф лазить. Ракушки. Тут дедушка жил в этой комнате. Какой дедушка? Ваш прадедушка. Иди сюда, на кресло. Мам, смотри, какие цветочки. Это прабабушка еще их поставила. Когда-то давно. Еще даже мама маленькая была, когда они тут стояли. Ну, не надо. А я думала, они погибли. Саша, они искусственные. Ну, все, началось. Саша, вы не можете себя нормально вести, да? Можем помочь. Саша, не надо лазить, Саша. Девять киловатт нагорел? Вот, друзья. Тут никто не живет, а нагорел девять киловатт. Кто тут свет-то зажигает? Никого нету. Вот, друзья. Как может в квартире нагорел девять киловатт, если тут никто не живет? По счетчику? Мама, отойди. Ничего себе. По счетчику? Я пропадусь. Значит, реально кто-то включает свет. А потом ты сюда, а потом я туда, а потом ты туда, а потом... Прикиньте, никто не живет, а на счетчике девять киловатт света. Чего тут никто не живет? Ну, то, что все умерли, Саша. Умерли? Ну, жили тут ваши прабабушка и прадедушка. Они умерли. А прадедушка? Ну, ты прадедушка вообще не застала. Ты его даже не видела. А прапрадедушка умер? У тебя сейчас один прадедушка, Миша. Это дедушка папы твоего. Мама, это последний? Это последний ваш прадедушка. А у нас что, было много прапрадедушек? Прадедушка у тебя было? Ну, ты родилась, у тебя один прадедушка, Миша только был. А теперь один он? Вот тут прадедушка в этой комнатке жил, Андрюшенька. Андрюша, иди сюда. Вы его и даже не застали. Смотри. Смотри, какая кухня. Вау! Бабушка мешается. Вот, за место вот этого холодильника купили новый. Это старый уже. А новый купили вот сюда поставить, за место этого. Также, друзья, все-таки решили сдавать эту квартиру. Если помните, в прошлых влогах я вам говорил, да, что мы уже один раз эту квартиру, где жили бабушка и дедушка, хотели сдавать. Вот, и нам риэлтор нашла компанию кондукторов с водителями нагородних. Вот, и сказал, что эта трешка старая, и поэтому она выйдет за 10 тысяч в месяц. А потом зубами, конечно, можно. Да. Вот, ну тогда мы не стали сдавать, что отказались. А сейчас думаем, наверное, надо. Что сдавать? Вот холодильник новый поставим. Что сдавать? И будем сдавать. Ну, потому что, а что? Что, она пустует? Мы за нее платим. Как бы, тоже не дело. Орел, если кто-то что-то здесь изгадит, тут все равно все уже старое, и все равно надо будет делать ремонт. Бабушка цветы поливает. Да, бабушка? Угу. Бабушка, а что тут туда? О, какая люстра! Ого! Какая люстра? Бабушка, ты только посмотри на люстру. Да, ладно, сейчас посмотрим. Саш, ты все сейчас ешь. Эй, ты чей? О, он в ошейнике, в ошейнике. Вот так вот вышли из квартиры, а тут... Его что, выказали? Саша, его что, выказали? А мы его погладим. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Он, он, говорит, не приставайте-ка. а я совсем громко ну-ка бабушку пошли идем мы на огородик только он заброшенный и на нем никто ничего не сажал в этом году да мы идем посмотреть что там он мальчик как работает видишь ой клетка стоит на попугайча о вон мал пойдем пойдем собачка тут петух сидит петух как тетя кати да такое а тут иногда еще быть бычок стоит до каи живой бычок ну иди андрюш но я не знаю если вы только на мясо сдали а вон там кто-то стоит бычок как мы пройдем то мам там бык давайте не пойдем мам ну сейчас ты его разбесишь вдруг он нас забодает андрюш не пойдет все равно куда ты идешь пошлите нафиг пошлить нет ну а если у нас забодает сашни не не на я пойду в общем хотели пройти на огород на свой а там стоит прямо на проходе бык прямо на входе в огород кто-то его привязал не видно ни хозяев никого так что мы не пошли тушь фиг знает чего это в быках на уме но бабушка в 1 прошла наверно андрюшенко боится что поднуть или гнуть может так же прямо на проходе привязали быка бабушка мы решили приехать тогда на лужок ага чтобы там опять бык стоял там бабушка позорит что позорит спускаешься очень приехали мы с бабушкой и с детками на лужок боголюбовский сегодня жарко да бабушка дома сидеть не хочется хотя детишки прибаливают сопельки с кашлем поэтому мы не в садике он как птички поют вход на лужок ой давно не было бабушка 5 лет не вот дорогие подписчики вот так это уже лужок утром жарко он пух то сколько смотри отчет полины но как-то прыгаешь до много бабочек чего но бабушка ваш гулять жарко сейчас на солнышке прогреются вон бабочка я не знаю что вы всех боитесь мужики разговор еврей которых принимал христианство тоже тепло и цветов много вот и много бабочек вон все с детьми все погуляли все все идут все нормально этим вечно все не так все мы уже назад идем несколько шагов прошли все деткам не расхотелся не гуляется тоже он двое детей никто не конючит прошлись не трогай ничего андрюша приехали так теперь наши двери открылись дышать нечем все выходим понравилось душно так вон поезд идет смотрим спокойно вон вам это он вам побибикал чтобы вы тут не хулиганили андрюша это меня прибьешь этой ты чё не трогайте ничего вы чё тут взялись то сейчас тетя придет вам это скажет так смотрите не трогать не надо нет андрюшка те противопоказано я тебя бояться вот такая булава маленькая стоит 300 средние 400 а побольше сам большая 500 мы взяли за 400 андрюшень а кошечка сашина стоит 300